Далевская казачья сотня Далевская сотня С самого начала молодых парней, решивших вступить в ряды казачества, стали обучать обычаям и традициям казаков. Одной из таких является прочтение молитвы в начале любого собрания. Единственное искушение на избавленное собрание, как бы вам слава отцу и сыну и святому духу и ныне и пресна, и веки веков. Аминь. Господи на милую, Господи на милую, Господи на милую, благослови им, благослови им Господи на вас, кто бы благодать, величай, пресна, и веков. Аминь. Ну а еще для нашей прекрасной половины прессы сюрпризом стал и следующий обычай. Все такие казаки? Это воины Христовы, это защитники веры православной земли своей родной. Она по казачьим традициям на кругу женщин не бывает. Также Сергей Юрьевич и Раскалка Казаки отдают свой голос на собрание. Все, что очень просто, люба или не люба. Ну вот, подходит это и не подходит. Также был оглашен план взаимодействия с русскими вузами. Целый пласт учебных заведений, ну вот, у которых есть казачий вот этот компонент, ну вот, мы хотим вот действительно с ними более тесно начать работать через вас, через нашу казачью станицу, которая вот сегодня и была создана. После ознакомления с историей и планами, а также традициями и обычаями, началось первое голосование казачьего круга. Кто за то, чтобы в Далевском университете имени Владимира Ивановича Даля начала работать, запустилась Далевская казачья споросония? Голосуем. Люба? Люба, 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 Люба. Второй вопрос на голосование выставил ректор Луганского государственного университета имени Владимира Даля Рябичев Виктор Дронович. Кто за то, чтобы избрать Сергей Николаевича? Юльченко, Атаманом Далевской сотни. Люблю, Люба. После голосования и избрания Атаманом Далевской казачьей сотни Сергей Юрьевич рассказал об еще одной казачьей традиции. Вот выбрали Атамана, то Атаман встает и должен подманиться и сказать, братья казаки, спасибо за доверие, вы мои дети, я ваш отец. Ну вот так было, если надо все-таки вот эти традиции, нам все равно вспоминать. После уже Атаман Далевской казачьей сотни выставил третий вопрос на голосование. Чтобы первым товарищем Атамана мы избрали ректора Далевского университета имени Владимира Рябичева Владимира Рябичева. Кто за то? Люба. Также перед казачьим кругом предстал Белев Виктор Николаевич, который представил свою кандидатуру и рассказал о своей военной карьере. Болковник Теревикого Судовского Белев Виктор Николаевич. На данный момент работаю на военной скафере старшим преподавателем. До этого прослужил в армии 28, календарный 3 лет. С 14 по 15 год был воевал вместе с казаками на дебальском направлении. В 16-17 год служил в отделе артиллерии штаба корпуса. С 17-го года прошел работы в университете. Время нахождения в зарплате использовал для того, чтобы работал в школе 36 преподавателем начальной военной подростковки. Ну а после прошло уже четвертое голосование казачьего круга. Чтобы Виктор Николаевич и дурак пошел дебатомана. Люба. Люба. Спасибо за доверие. После назначения всех ответственных лиц прошло голосование о дальнейшей работе Далевской сотни. В совместной работе с казаками до наступания Керека мы отдельно хотим, чтобы мы проголосовали за сотрудничество, теснейшее сотрудничество с казаками Союза Казакова Война в России и Зарубичей. Люба, братья, казаки. Люба. Спасибо за доверие. О важности казаков для нашей республики рассказал Дорохин Сергей Николаевич. У нас самый большой округ это Луганский. У нас 80% казаков, те, которые стоят сейчас на защите нашей Родины. Ну а остальные у нас те, которые по здоровью, по состоянию здоровья, можно так сказать, по возрасту находятся на своих территориях. И по окончанию казацкого круга прошла уже традиционная молитва. И славнейшего без сравнения Серафим, без искрения Бога Заворожего, сущего Бога Заворожая, слава Царской, субтитров, Господи Богу, Господи Богу, Господи Богу, Господи Богу, благословим Христос истинный Бог нашим родителям, причисляет с вами, Матери и всех святых, поднужден спасет нас как благ и человека в мире. Спасибо, Господи. Продолжение следует...